И снова здравствуйте, друзья! Давненько у нас не было обзоров на газонокосилки, на аккумуляторные были, а вот на электрические, кажется, вообще никогда не было. Итак, сегодня у нас будет обзор на две популярные газонокосилки электрические. Одна из них, я бы сказал, так, мега популярная. Это Хютер ELM2000T. Почему ты говоришь, что она мега популярная? Ну, вы по магазинам своего города проходите. Вот заходите в магазин, там Хютер стоит. Заходите в другой магазин, там тоже Хютер стоит. Заходите в третий магазин, там тоже Хютер стоит. Хютер покрывает, эта компания покрывает, ну, больше всех рынка именно оффлайн-продаж по России. То есть в каждом городе, где население, там, от 300 тысяч человек, как правило, у них есть собственный склад, у них есть собственный сервис. И вот поэтому Хютера очень-очень много, потому что у них много представителей. Скоро будет надо такое, в магазин пойдешь за хлебушком, там Хютер и рядом Ресанта стоит. Если что, это один и тот же бренд, то не знает. Сравнять будем ее также с популярной газонокосилкой. Чемпион модели ЕМ-4217. Да, она больше, она дороже, только вот мощность у нее движка меньше. У чемпиона 1800 Вт, у Хютера 2 кВт. И также сегодня я расскажу, ну, что у них в основном ломается. И как это предотвратить, может быть, и как продлить жизнь своей газонокосилки. Потому что, как правило, поломки у них одни и те же. Но вначале, честно, хотел сейчас поотвертым подвести итоги конкурса. Ну, просто запарился. Подведем, наверное, в следующем видео. Это же с прошлого своего еще видео, где он по Интерсколу подводили итоги конкурса. Одна болгарка была самовывозом, человек ее забрал. Но второе все никак не могу отправить. Вот, честно, забываю. Друг, если смотришь, блин, отправим, отправим. Вот завтра тут же крестик на руке поставлю, завтра стопроцентно она к тебе уедет. Сегодня мы также разыграем. Что мы разыграем? Набор диэлектрических отверток. Также уже многие оценили Инка. То, что мы там в телеге распродажи такие скритые проводим. Ссылка будет внизу в описании под видео. По конкурсу будет все, как вы любите. Как всегда, как всегда, просто лайкос, подписывался, кометос. Ну, а мы давайте сначала сделаем общее сравнение. Потом я их разберу, покажу, что там ломается. А потом мы ими попробуем поработать. Как всегда, начнем с комплектацией. Поставляются газонокосилки в картонных коробках. Чемпион и Хьютор. Здесь нам в комплектацию входят сетчатые травосборники. Объем на 45 литров. Хьютор и Чемпион. Но в основном примерно все одинаково. Стоит такая вот сеточка. Но эта сеточка нужна для того, чтобы там продувалась. Так сказать, вентиляция была. И чтобы трава у вас та, что останется. То, что вы не выкинете. Она по-любому, какие-то мелкие куски останутся. Чтобы они тут не загнивали и не затухали. Также у Чемпиона есть смотровое окно. Чтобы смотреть на исполненность мешка. То есть наполнен мешок травой, либо не наполнен. И поверьте мне, в это окошко вы никогда ничего не увидите. Даже смотреть не будете. Проверять уровень наличия травы вы будете путем небольших ударов по травосборнику. Почему можно сказать, что я даже, может сказать, утверждаю, что вы в это окошко не будете смотреть. И толку от этого окошка никакого нет. Потому что у меня газонокосилка дома. Там стоит нечто похожее, чтобы контролировать, сколько травы в травосборнике. И, как правило, там нифига не видно. Нифига там не контролируется. Как правило, налую так попробовал. А еще можно. Потом хоп, смотришь, уже тяжело. Да. Нужно вытрахивать травосборник. Вот так вот. У Хьютера с этим делом, я так понял, не заморачивались. По диаметру колеса. У Хьютера задние колеса 17 сантиметров. А передние колеса у нас 13 сантиметров. У Чемпиона колеса больше. Заднее колесо 22 сантиметра. А переднее колесо у нас 16. По поводу больших и маленьких колеса. Мы как-то уже вдавались там в дискуссию по снегоуборщикам. Если честно, я как-то особой разницы не вижу. Большие колеса, либо маленькие колеса. Да, у нас Чемпион газонокосилка, она сама чуть больше. И поэтому на них колесики чуть больше. Хьютер у нас чуть меньше. И поэтому на нем колесики чуть меньше. Ручка на газонокосилке. Хьютер у нас цельнометаллическая. Стоят барашки, чтобы складывать ручку. То есть, чтобы можно было перевести газонокосилку. На чемпионе также ручка металлическая, но вместо барашка стоит рычаг. В принципе, все то же самое. Также для переноски на газонокосилках имеются ручки Хютер и Чемпион. Что-то как-то ручка немного болтается. Ну ладно, потом подтянем. Естественно, на газонокосилках регулируется высота скашивания. На Хютере это такой пластиковый рычаг. И тяга тут пластиковая. То есть, больше, меньше. На чемпионе это металлический рычаг. Принцип такой же, только рычаг металлический. Какая там тяга, разберем и увидим. По поводу металлической пластиковой ручки. Да, вроде как металлическая ручка более круто, более хорошо. То есть, более надежней. А пластика как бы более хуже. Но сколько вы за сезон будете раз менять высоту. То есть, больше, меньше делать. Я вот, например, на своей газонокосилке в этом году только один раз менял высоту, насколько я помню. Ну, может быть, два раза или один раз. То есть, это тот механизм, который как бы постоянно не находится в работе. И поэтому существенной разницы я тут не вижу. Пусковые ручки у Хьюдера стандартные для электрической газонокосилки. Нажали и поехали. Данные ручки используются во многих газонокосилках. У чемпиона стоит немножко другая ручка. Данная ручка используется в основном на бензиновых газонокосилках. Что могу сказать по ручкам? По удобству мне больше всего нравится ручка у чемпиона. Может быть, потому что у меня газонокосилка именно вот с такой вот ручкой. Ну, нравится мне именно вот такая вот ручка. Помню, когда у меня был обзор на снегоуборщике. Вот на снегоуборщике мне вот такая вот ручка не понравилась. То есть, мне понравилось, как у того же Хьюдера, где был по ручкам стоять. Справа, слева. То есть, нажал и поехал. А у чемпиона, насколько я помню, стоял вроде как от газонокосилки нажимать. Вот на снегоуборщике мне не понравилось. На газонокосилке мне понравилось. Но так же. Может быть, потому что у меня на газонокосилке стоят такие же ручки. Мне это все нравится. По поводу надежности ручек. Вроде как кажется, на чемпионе металлическая часть будет ходить долго. Но она только сверху металлическая. Потому что если поставить вот эту саму скобу пластиковую, она поломается сразу же. Поэтому ставят металлическую. Если посмотреть этот блочок, где вот эти рычажки ходят, вот там пластиковые детали стоят. И они, как правило, ломаются. У Хьюдера ручка такую, кажется, или так используют. Там еще бренды многие используют. То есть, она вроде как стандартная. И поэтому смотреть на то, что лучше, хуже, ну, по качеству они примерно одинаково. И примерно так же одинаково ломаются. Ломаются они в основном, когда они к дулсеру давят, и они ломаются. Если будете нежно, аккуратно обращаться, прослужат данные ручки у вас долго. Но по удобству, еще раз подчеркну, мне больше нравится вот такое вот исполнение, как у чемпиона. Еще есть одно довольно-таки существенное отличие. Сетевые вилки. Вот она, вилка от Хьюдера. То есть, обыкновенная стандартная сетевая вилка. Данную сетевую вилку вы воткнете в любой удлинитель. В любой удлинитель, который есть у вас в доме. А у чемпиона немного другая вилка. И не всякий удлинитель вы к данной вилке подключите. Только такой удлинитель, пилот туда никак не залезет. Причем на газон-косилках делают либо короткие такие вот сетевые кабеля, либо вообще никакие, вот как на чемпионе, нет никакого кабеля. Просто вот так торчит вилка и все. Смысл в чем? Потому что никто не знает, какого размера у вас участок. И как бы делать, ну, сделаешь там кабель длиною 5 метров. И что? Все равно вы будете пользоваться удлинителем. Здесь такой же принцип, как и в электрических цепных пилах. То есть небольшой там делаю, там кусок провода оставляют и все. А дальше уже делаю, а работа идет с удлинителем. И вот мы добрались до ножей. Чемпион. 43 сантиметра. У хьютера чуть меньше. 40 сантиметров. По ножам я не знаю, почему их не делают одинаковые. Но я делаю где-то там в районе 10 видов. То есть нет такого, как, допустим, вот на триммерах. На триммер, допустим, та же шпуля или тот же нож подойдет, а как от хьютера на чемпионка, так и же чемпиона подойдет на хьютер. То есть там как бы все взаимозаменяемо. Здесь, блин, все разное. И все ножи, они делают разные. Почему так, я не знаю. И поэтому, если у вас там сильно затупился нож, по поводу подтачивания, ну, как бы я высказывал свое мнение, можно его подтачивать, но как бы это нежелательно. Так как на заводе вы его не подточите. Все равно будет дисбаланс. Ну, как бы этот оставим. Может быть, потом как-нибудь эксперименты проведем. Короче, нужен вам нож. Что делать? Искать в интернете? Либо проще пойти по магазинам. Снять свой нож и пойти по специализированным магазинам. Лучше по тем, по магазинам, которые торгуют именно садовой техникой. Прямо заходите, показываете нож и говорите, мне нужен вот такой вот нож. Как правило, в специализированных магазинах по садовой технике нажить их куча. И просто так примеряете, ага, подошел. Купили и поехали. И вот мы приближаемся к названию видео по поводу паломок. Да, еще не сказал, по поводу высоты скашивания. У чемпиона чуть выше, нам кажется, на один сантиметр, либо на полсантиметра. Итак, смотрите, вот он нож. Нож вращается в этом положении. Вот так идет, 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 идет. Трава, получается, у нас летит вот так вот. Сюда вот, в травосборник. Вот здесь у нас находится вентиляционное отверстие. Ну, то есть это для охлаждения двигателя. То есть летит, летит, летит. Трава с этой стороны, то есть по инерции, будет сюда залетать. У хьютера вентиляционное отверстие немножко по-другому расположено. Также крутится нож. Да, видите, он легче крутится, потому что здесь не ременная передача. Крутится нож. Вот трава вылетает. Вот он, травосборник. А вентиляционное отверстие у нас находится аж вот тут. То есть получается вот здесь вот перегородка. То есть основная часть травы улетает. Какая-то мелкая, да, сюда чуть-чуть будет. Ну, осыпаться. Но основная часть травы уйдет сюда. А в чемпионе нет такой перегородки. И получается трава опа-опа-опа-опа пошла. И часть травы сюда будет залетать. Ну, не вся, конечно. Но какая-то часть будет сюда залетать. И в чемпион она будет залетать больше. И в данном вентиляционном отверстии не только трава будет залетать, и пыль будет залетать. Ничего же там такого страшного случится. А случится то, что в основном со всеми газонокосилками случается, рано или поздно. Просто-напросто тупо заклинит подшипник. Вот он заклинит, провернется в своем месте, и все. И все. Как правило, потом меняется вот эта часть нижняя пластиковая. Этой части, как правило, ни на одну газонокосилку нигде нет. Если есть их очень-очень мало, и они очень-очень где-то далеко. И как правило, сервисные центры, ну блин, не хотят заборачиваться с бюджетными газонокосилками. Потому что как бы геморроя много будет, а выхлопа никакого не будет. Плюс данная пыль будет лететь на движок. И из-за этого движок может крякнуть. То есть сам по себе движок, если он от данных газонокосилок, работать будет без пыли. Он будет работать и работать и работать, пока щетки не кончатся. В основном они умирают от пыли. Первая сторона, подшипник, который желательно менять хотя бы раз в пять лет. Как ни крути, пыль туда будет попадать. Просто на некоторых газонокосилках она быстрее попадает. То есть быстрее из строя выходит подшипник. На других газонокосилках меньше. Ну, кстати, мы вот этот момент, вот эту мою теорию, сегодня даже и проверим. То есть я покажу газонокосилками, потом их опять разберу. И посмотрим, в какую газонокосилку попало больше травы. Теперь мы разбираем, на чем с верхней корешки. Вроде открутили и скрываем. Вот он, сам движок, погруппнее. Вот подшипник здесь сидит в посадочном месте. Вот именно вот про этот говорю. То есть это верхний. Есть еще нижний подшипник. Вот этот подшипник клинит рано или поздно. Проворачивается вот в этом месте. И вот эту крышку под замену. Бывает такое, что он рассыпается. У себя вот эта фигня вылетает в двигатель. Туда накрывается двигатель. Либо он просто бывает клинит и продолжает работать. Вот это все разбивается. И якорь начинает фигашить апстатор. Также двигатель под замену. Данные движки, как правило, идут в сборе и стоят как полгазонокосилки. Но есть некоторые компании, где данные движки стоят дороже самой газонокосилки. Как бы не будем показывать пальцем. Разбираем дальше. Открутили вот эти четыре винта. Они откручиваются с этой стороны. Есть газонокосилки, которые двигатель крепится по такому же принципу, только винтами снизу. То есть их нужно снизу откручивать. И вытаскиваем. Блин. Я же нож не снял. Берем головку на 27. Тут резьба у нас стандартная. Придерживаем нож. И откручиваем. То есть сорвали, а дальше оно нормально откручивается. Если будете менять нож, вот эту штуку ключом не стоит раскручивать. Лучше головкой. И теперь вытаскиваем двигатель. Вот она нижняя часть. Я здесь ожидал видеть подшипник. Думаю, ну как обычно будет они. Нифига. Тут стоит редуктор. Давайте попробуем сейчас вот эту часть снять. И посмотрим, что там за редуктор. Открутили. И вскрываем. Подшипник, как видим, есть. Но он весь в смазке. И хрен он у вас когда заклинит. То есть смазка здесь будет высыхать. Но может быть лет 20. Большая шестерня покрупнее. Сидит, так я понял, на подшипнике. Чтобы посмотреть, на чем она сидит, необходимо снять вот это стопорное кольцо. Снимаем. Стопор скинули. И теперь снимаем шестерню. Она здесь полно на шпонке сидит. Да, на шпонке. И мы тут видим также подшипник. 6002. Который практически полностью закрыт. То есть с этой стороны вообще герметично закрыт. Ну и с этой стороны, я думаю, тоже так вот нормально. Да, он закрыт со всех сторон. То есть пыли, если будет сюда попадать, она будет попадать по минимуму. И что мы имеем? Нижние подшипники находятся практически... Один находится вообще герметичный, супер герметично, закрытый вообще в смазке. Другой можно сказать так наполовину в смазке. С одной стороны вообще идеально герметичен, с другой стороны также он полностью закрыт. И поэтому я думаю данные подшипники выйдут не скоро. Что касаемо шестерни. Работать она будет долго. Но будет работать, если вы не будете ездить на газонокосилке по кирпичам. Вот про эти по кирпичам чревато того, что повлетают зубья. Будет удар так же как на болгарке. И вылетят зубья, вылетят зубья на якоре и оближет якорь. Либо вылетят здесь зубья. И гарантий это никакой не будет. Потому что ушатать данную шестерню обтравку просто нереально. Сейчас они расскажут, да, она наверное из пластилина сделана. Из пластилина некачественная. И поэтому она стерлась специально для сервисных центров. Чтобы показывали, когда будут приносить, допустим, похожую газонокосилку. И говорит, что вот шестерня тут плохая стоит из пластилина. И вот поэтому она вышла из строя. Я косил только травку и она вышла из строя. Сейчас мы замерим твердость. Замерять будем по ракуэлу. 34,9. Чтобы тут вопросов не было, мера 64,63 и 1. 62,9 в норме. Нормальный показатель твердости для данной шестерни. Пластилин бы показывал где-то может быть 5, 4, 3, 2, 10, 12. Вот тогда это был бы пластилин. Почему нельзя делать слишком уж большую твердость на таких шестернях? Потому что они разлетятся. Вот стекло. Стекло оно очень твердое. Бросаешь, оно разлетается вообще на маленькие осколки. Здесь такой же принцип. По мне нормальная твердость. И данная шестерня у вас выйдет только в том случае, если вы на что-то конкретное наедете. Вот на что-то, на что-то большое. Вот тогда она выйдет из строя. Естественно, никакой-то гарантии не будет. Не надо кричать в сервисном центре, обманывать, говорить, что это чисто травку только косил. Нет. По травке эта шестерни будет работать, работать и еще раз работать. Ладно, давайте так, собираем данную газонокосилку и будем разбирать чемпион. Теперь чемпион тут немного больше. Кунтов 2, 2 и еще 2. Откручиваем. Открутили и пытаемся снять. Вот здесь ручка. Вот теперь все, скрываем. И вот, собственно, наш двигатель. У данной газонокосилки стоит ременная передача. То есть здесь двигатель, здесь ремень. И все это передается на нож. Чтобы его раскрутить, как я говорю, видите, у хютера получалось сверху двигатель крепится. У чемпиона крепится двигатель снизу. То есть нам придется привернуть и открутить вот эти вот винты. И такое в основном встречается во многих газонокосилках. Он крепится непосредственно с нижней части. Что еще? Подшипники. У хютера был один подшипник на двигателе. Как бы, можно сказать, не особо защищенный. Здесь также идет один подшипник, не особо защищенный. И еще идет второй подшипник. То есть это вот наш шкив, который передается в крутящий момент непосредственно от двигателя на нож. Сейчас я переверну газонокосилку и посмотрим, какой там стоит ремень и какой нижний подшипник. Также в первую очередь снимем нож. Ну, а здесь стоит такой вот металлический винт. По мне это более такое рациональное решение, нежели чем у хютера. То есть у хютера там стоит пластик. Здесь как бы стоит металл. Вот здесь как бы я согласен. Вот этот момент крепления ножа лучше у чемпиона. нож мы сняли, теперь будем откручивать винты. Два вот здесь винта их видно. Потом один вот здесь, один вот здесь и один вот здесь. Я не заставляю довольно такую нормальную проблему для сервисных центров. Ну, как вам сказать, проблему? Как бы винты эти выкрутить не проблема. Вот сейчас она лежит на столе такая красивая, чистенькая, вот приятная, разбираешь. Вот все нормально. Но, как правило, мастерские их приносят уже когда косилка это конкретно покосило. И когда начинает на стол вот эта трава сыпаться, плесневевшая, заплесневевшая трава и так далее. И потом пытаешься вот этот винт найти, выдуваешь его компрессором, как-то подчищаешь. И все это довольно-таки, как бы, ну, получается. У меня тоже кропотливая, но нудная работа. И поэтому газонокосилки, как правило, вот такие вот бюджетные, в ремонт стараются не брать. Вот как бы вот из-за этого еще. То есть когда ты сидишь, у меня весь стол в говне в этой траве. И ты вот это вот крутишь, там, вычищаешь вот эти все моменты. И поэтому, честно говоря, что сервисы, как бы, неохотно берут вот такие вот газонокосилки в ремонт. Потому что, как бы, работы много, а выхлопа, человека много денег не возьмешь. Потому что эти газонокосилки, как бы, бюджетные. Откручиваем. Оп, открутили. И теперь снимаем двигатель. И вот она, собственно, нижняя часть газонокосилки, маркировка, корень. Я чуть позже покажу. Кренчатка для охлаждения. И сам маховик. И стоит подшипник. То есть данный вот этот подшипник ничем не защищен. Ничем вообще не защищен. А вот его посадочное место. Есть отверстие. Тут уже нож крепится. Если у вас подшипник заклинит, вот этого посадочного места он оставит храна. И вам придется менять часть корпуса. Это грязно тот момент, о котором я варил в начале видео. Видите, подшипник вообще открытый. То есть его хватит, ну я думаю, года на два. Ну там плюс-минус, сами понимаете. И что вам советую? У кого есть такая вот газонокосилка чемпион, ну хотя бы раз в два года меняйте данный подшипник. Разлетится он, провернет посадочное место, все. То есть там таких делов можно натворить. Вы эту газонокосилку потом просто делать не будете. Просто вот этот двигатель, вот эта вот вся, вся вот основная часть, она стоит денег. То есть, и как правило, она стоит дорого. Вот эти вот колесики, вот та самая пластмасска, вот эти вот ручки, они как бы не так стоят. А вот сам двигатель стоит денег. У меня вот таких вот тушек, которые покатать можно. Мастерской полно. Это еще с тех времен, когда мы брали на ремонт газонокосилки. Вот аналогичные газонокосилки. Потом люди просто отказывались от ремонта и у нас их бросали. Ладно, друзья. А, сейчас монтажера попрошу вывести. Ремешок какой-то стоит. Да, с одной стороны, ременная передача более, так сказать, прикольный. Потому что наедете, если на кирпич, там вот только ремень порвет. А может ремень и не порвет. Может быть у вас еще и вал погнет. Ну, здесь как бы, я считаю, не знаю, что лучше. Та передача, либо эта передача. Если поедете даже на ременной передаче по камням, скорее всего, ну, минимум у вас порвет ремень. А так, я думаю, скорее всего, погнет вал. И так же так перекосит двигатель. Расфигашит посадочное место. И хана будет в газонокосилке. Маркировку ремня сейчас сюда вот выведем. Итак, сейчас я газонокосилку собираю. Только проблема, блин, с покосом. На второй день уже идет дождь. Как вы знаете, что на газонокосилке электрический, ну, как бы, нежелательно. Не рекомендуется работать в дождь. И поэтому, ну, не знаю. Сейчас, если дожди у нас сегодня-завтра закончатся, мы покосим. Потом уже так же их и разберу. И посмотрим, куда попало больше травы. Ну, а пока собираем. И вот, наконец-то, закончились дожди. И мы готовы. Перед вами три газонокосилки. Хютер, Чемпион и мой Элитек. Ну, Элитек у меня аккумуляторный. Я как-то на него уже делал давно обзор. Косилка работает довольно-таки нормально. Но есть там небольшие косячки. Это я также рассказывал в своем обзоре. Сейчас, что мы будем делать? Ну, я думаю, по одному контейнеру травы будет достаточно, чтобы увидеть, попадает туда грязь, либо не попадает. То есть, подтверждается ли моя теория, что в Чемпион будет попадать какая-то пыль. Либо не подтверждается. Первым у нас будет хютер. Итак, контейнер у нас полный. О чем я вам говорил, так тык-тык. Все, полный, пора снимать. Теперь у нас будет газонокосилка Чемпион. Также до полного контейнера. Небольшой еще такой момент. Видите, контейнер закреплен нормально. То есть, как и должен. Но, блин, с него летит вот эта вся пыль. С той газонокосилки, то есть, хютера не летела. И нахрен тут нужно это окошко. Ну, какое окошко? Куда вы будете смотреть? Вот сюда вот, понятно? Много там травы или нет? А так понятно, пора высыпать. У меня тут небольшое местечко есть, куда я все всыпаю. Все высыпали, а теперь давайте их снова разбирать. Первым у нас будет Чемпион. Открутили и вскрываем. Тихо, не уезжай. И что мы видим? Моя теория подтвердилась. Это только один мешок. То есть, я ее недолго косил. Видите, сколько говна разного? Оно будет здесь собираться, собираться, собираться. А вот тот открытый подшипник. И на двигателе тоже. Оно просто сюда еще пока не долетело. Пока не долетело. И вот эта, вот эта, вот эта, вот эта, вот эта вот фигня убивает вашу газонокосилку. То есть, она сокращает срок ее жизни. Это вам скажешь в любом сервисном центре. Сюда все накапливается, накапливается, накапливается. И в первую очередь взрывают подшипники. Потом это все клинит. Потом это все разлетается. И все. И привет движку. Ладно, давайте посмотрим, что там у хьютера. А теперь хьютер. Открутили и скрываем. Как видим, тоже имеется немного травы, но значительно меньше. Где-то может быть раз в 10 меньше, нежели чем чемпионе. То есть вот здесь чуть-чуть, вот здесь чуть-чуть и вот здесь чуть-чуть. И вот это чуть-чуть травы, я думаю, скорее всего попало через вот эту щель. То есть это патрубок, получается, двигатель и патрубок корпуса. И они как бы нормально не стыкуются. Может быть я так плохо собрал, а может быть у нас завода такой идет. А может быть так это все задумано. Но человечески, думаю, если вот эту щель заделать, тут вообще пилок никаких не будет. Ну что, друзья, как я и предполагал, полизащита намного лучше у хьютера, нежели чем у чемпиона. Нижние подшипники я вообще не стал сейчас открывать, вам показывать. Ну смысл. Они находятся нам вообще герметично. Они будут ходить и ходить, и ходить, и ходить, им там сносу не будет. Теперь по поводу достоинств и недостатков. По поводу чемпиона. Давайте начнем с чемпиона. Какие у него достоинства? Да, он выглядит красиво. Да, такие большие колесики. Прикольно. Но он стоит дороже. Мне больше понравилась ручка. Как я сказал в начале видео. То есть у хьютера, ну, не нравятся мне вот такие вот ручки. Может быть потому, что у меня газонокосилка именно с такой ручкой, как у чемпиона. Ну, то есть такого же типа. По поводу ручки регулировки высоты покоса. Да, согласен. У чемпиона она мощнейшая, такая пружина стоит, железяка. То есть ей тоже сносу не будет. Но сколько раз вы будете дергать эту ручку? Ну, я вот, по крайней мере, один раз установил необходимую высоту и кашу. То есть я ее постоянно не дергаю. Так же и здесь. У хьютера есть другие модели. Есть такие между металлическими ручками. Также есть модели с пластиковыми травосборниками, с большими колесами. То есть можно сказать более-более такими вот красивыми. Итак, друзья, я вам все это показал сейчас. Рассказал. Сделали эксперимент, можно сказать, небольшой. А что вам покупать, только решать вам. Лет пять, наверное, еще до ютуба. Я себе, когда выбирал снегоуборщик, я себе выбрал снегоуборщик хьютер. Хотя мог взять тот же чемпион. Почему я выбрал хьютер? Потому что сервисный центр есть в каждом городе. Вот поэтому я себе выбрал хьютер. Потому что именно с обслуживанием проблем вообще никаких нет. А что вы выберете вы? Это сугубо, сугубо, сугубо лично ваше мнение. Я себе выбрал вообще, честно сказать, аккумуляторную газонокосилку. Потому что сетевыми я косил, ну неудобно с этим кабелем. Ходишь туда-сюда, вот постоянно цепляется. И себе выбрал аккумуляторную газонокосилку. Есть еще бензиновые газонокосилки. Но они, как правило, стоят дороже. Это бюджетные газонокосилки. И если я себе бы сейчас выбирал именно электрическую газонокосилку, я бы выбрал хьютер. Если хотите, в ближайшее время в своем телеграм-канале устроим акцию именно на чемпиона и на хьютера. То есть вы выберете именно себе газонокосилку, которую считаете нужной. Всем, как вам понравилось данное видео, подписывайтесь на канал. Удачных вам покупок. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok